МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Верхней Палате рассмотрели законы о республиканском бюджете и о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2024-2026 годы. Это вопросы, которые касаются всей страны в целом и каждого казахстанца лично. Бюджет – это и зарплаты бюджетникам, и пособия семьям, и траты на медицину, образование. То есть все то, из чего складывается жизнь всей страны. Понятно, что вопрос объемный и требует максимальной отдачи. Главная задача – проработать документ так, чтобы все важные и нужные статьи расходов были правильно просчитаны, а спрогнозированные доходы выполнены. И хотя концептуально закон сенаторы одобрили, но документ в Можилист все равно вернули. Какие изменения депутаты Верхней Палаты внесли в бюджет и почему – расскажем в нашем сюжете. Это заседание Сената было усилено представителями финансово-экономического блока правительства страны. На обсуждение документа были приглашены и премьер-министр Казахстана, и председатель Национального банка, и Высшей аудиторской палаты, члены правительства, руководители агентств и нацкомпаний. Главная задача – рассмотреть документ со всех сторон. Понятно, что в приоритете выполнение социальных обязательств государства, но вместе с тем нужно выполнять и те задачи, которые поставил президент. Это и развитие промышленности, и поднятие на новый уровень сельского хозяйства, и сдерживание инфляции. Бюджет Казахстана на предстоящие годы должен быть таким документом, который бы отвечал на все вызовы предстоящих лет, смог бы решать проблемы и помогать развитию страны, а не тормозить его. Особый акцент на развитии агропромышленного сектора Казахстана в финансовом документе – на эти цели выделены немалые деньги. 420 миллиардов тенге ежегодно, по 140 миллиардов только на поддержку субъектов АПК. Еще 200 миллиардов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов. Эти деньги разделят на несколько лет. В 2024 году выделят первые 100 миллиардов, в 2025 и 2026 годах – по 50. На реализацию инвестиционных проектов АПК направят еще 200 миллиардов тенге. На развитие животноводства и растениеводства – 177 миллиардов. Наверное, сложно найти другую отрасль, куда выделяются такие средства. При этом за последние 5 лет импорт продуктов питания вырос у нас в полтора раза. Но здесь есть определенные улучшения с точки зрения своего производства, но и сохраняются проблемы. В этих условиях, конечно, очень важная задача – это обеспечить рост перерывающих предприятий в сельском хозяйстве. Сенаторы не раз выезжали на встречу с аграриями, видели ситуацию на местах и отчетливо понимают и то, почему ежегодно так резко дорожают сельхозпродукты. Главное, говорят депутаты, чтобы каждый тенге дошел по назначению. Анализ производства и потребления плодовочной продукции в регионах и наличие действующих мощностей хранения показывает, что в текущем году выявлена потребность в строительстве новых мощностей хранения плодовочной продукции 690 тысяч тонн. Это порядка 38% от имеющейся мощности. При этом большинство действующих площадей хранения по своим проектам и техническим решениям не соответствуют современным требованиям, расположенных в складских помещениях, построенных еще в советский период. Одновременно на одной территории может храниться семенной фонд, удобрение и собранный урожай. Все замечания сенаторов в конечном счете должны привести к тому, чтобы республиканский бюджет был максимально продуктивным и результативным. Этот документ должен обеспечивать эффективное использование средств госказны и национального фонда. В целом вопросов у депутатов возникло много. Спикер Сенат подчеркнул, что из запланированных 11 триллионов тенге налогов на начало ноября собрано всего 9 триллионов 600 миллиардов тенге. Маулин Ашимбаев задал справедливый вопрос представителям финансового блока правительства. Есть ли какие-то проработанные позиции, связанные с обеспечением налоговых поступлений в бюджет 2024 года? Речь идет о 16 триллионах тенге. По этому году у нас налоговые поступления где-то в районе 14 триллионов планируются. Понятно, что, видимо, возможно, реальная цифра может быть ниже. И в этих условиях на следующий год, бюджет 2024 года, мы закладываем налоговые поступления в размере порядка 16 триллионов тенге. То есть такой очень существенный рост с 13 с чем-то и сразу на 16. И в этих условиях налоговое администрирование, да, видимо, обеспечит какую-то часть налогов. Но еще за счет чего планируется обеспечивать налоговые поступления? Ну, мы предполагаем ответ, что, видимо, за счет повышения налогов. Ну, об этом же сейчас речь идет, в частности, об НДС. Мы говорим сейчас, вы говорите, поднимаете эти вопросы. Но насколько повышение НДС в данной ситуации поможет решить проблему с поступлениями налоговыми поступлениями в бюджет? А между тем, от качественного выполнения бюджета зависит, как будет обеспечиваться выполнение обязательств государства. Ведь значительное внимание в расходах уделяется социальному направлению. Около 40% трат направлено в эту сферу. Предложение сенаторов увеличить финансирование ряда ключевых направлений. В частности, 13 миллиардов 600 миллионов дополнительных тенге выделить на реализацию программы АОЛ Ельбисыга. Для решения проблем с чистой питьевой водой депутаты настояли на выделении в эту сферу еще 14 миллиардов. Эти деньги позволят увеличить доступ казахстанцев к услугам водоснабжения в городах и селах почти до 100%. Напомнили сенаторы членам Кабмина про задачу по газификации страны. Поэтому депутаты предлагают направить больше 3 миллиардов тенге на решение этого вопроса. Дополнительные средства в размере 11 миллиардов 400 миллионов тенге должны быть направлены на развитие сферы здравоохранения на селе. Также в поправках сенаторов предусмотрены расходы на социальные выплаты работников, занятых на производствах с вредными условиями труда с 55 лет до достижениями пенсионного возраста. Кроме того, депутаты проголосовали за дополнительное направление почти 5 миллиардов тенге на увеличение заработной платы бюджетников. Таким образом, сенаторы вернули закон о республиканском бюджете на 2024-2026 годы в Можили со 180 изменениями. На неделе был презентован сборник аналитических материалов «Казахстан на пути модели устойчивого развития». Чем уникальна эта работа? Авторами публикаций по ключевым направлениям социально-экономического развития страны стали участники проекта «Школа аналитики» совместно с членами Клуба молодых экспертов при Сенате парламента. Напомню, вот уже третий год Верхняя палата активно работает с молодыми экспертами. В рамках Клуба молодых экспертов не только обсуждаются актуальные вопросы, повестки дня, но и вырабатываются комплексные рекомендации совместно с профильными госорганами и участниками проекта «Школа аналитики». К работе двух площадок привлечено в общей сложности 150 молодых специалистов. Все они представляют различные отрасли экономики и сферы общественно-политической жизни страны. Как отметила спикер Сената Молина Шимбаев, после прошедших в прошлом году выборов президента Токаева была осуществлена комплексная перезагрузка политической системы. В нашей стране начат процесс перехода к более демократичной и устойчивой модели государственного устройства. Очевидно, что все изменения прежде всего сопровождаются непростыми законодательными изменениями, от которых зависит качество и будущее воплощение в жизнь всех президентских реформ. Поэтому запрос на качественную аналитику в стране высок как никогда. По сути, сейчас это важные условия для поддержания динамичного развития страны. Как подчеркнул председатель Сената Молина Шимбаев, государство сегодня нуждается в комплексных исследованиях и рекомендациях для решения социально значимых проблем. Качественная аналитика позволяет еще до начала обсуждения законопроектов понять обоснованность принимаемых решений, а также выбрать наиболее эффективный способ будущей работы. Поэтому в Сенате целенаправленно выводят на высокий уровень взаимодействия с экспертным сообществом в рамках законодательной деятельности. Код назад, 20 ноября, состоялись президентские выборы и казахстанцы подавляющим большинством поддержали курс на построение справедливого Казахстана, поддержали предвыборную программу, поддержали лично Касмжамарта Кемелыча Токаева. За прошедший год очень многое было сделано и, собственно говоря, во всех сферах жизнедеятельности нашего государства большие изменения произошли в политической системе Казахстана. Состоялись у нас по итогам этих изменений президентские выборы, парламентские выборы. Прошли они по новой избирательной системе. И, по сути, мы фактически перегрузили всю политическую систему нашей страны и все ключевые политические институты. Это было время Сената, где мы рассказываем вам о том, как обсуждаются и одобряются законы, направленные на повышение социального благополучия всех граждан страны. Еще больше новостей о деятельности сенатора вы можете узнать на официальных аккаунтах палаты в наиболее популярных социальных сетях. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram. Подключиться к обсуждению вопросов, написать свои комментарии, иметь возможность смотреть заседания палаты в прямом эфире, можно просканировав своим смартфоном QR-коды, которые сейчас вы видите на своих экранах. Подписывайтесь на аккаунты Сената и оставайтесь в курсе событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова